Про алкоголь сказали, что он не решает проблему. Есть лекарственные препараты, настои валерьяны, пустырника. Насколько они оправданы? Кому вообще это показано, кому это не показано? Вообще, да, такие бабушкины методы, которыми мы все привыкли успокаиваться, думая, что они совершенно безопасны, но, вероятнее всего, они помогут, если речь не идет о какой-то сильной депрессии. Но вообще, если мы говорим про острую стрессовую реакцию, то, конечно, первое, что возникает, такое интуитивное желание, я беспокоюсь, нужно успокоиться. Ко мне очень часто обращаются, ой, что делать, вчера такое случилось, ночь не сплю, не ем, что мне надо выпить, чтобы успокоиться? Ничего не надо пить, потому что в нашем организме, помните, мы говорили про выживание в саванне, заложены уже физиологические реакции борьбы со стрессом. Наш организм сделает все сам с помощью кортизола и прочих гормонов, которые... Если не спишь несколько дней, переживаешь, стрессуешь... Это нормально. Нормально в ненормальной ситуации переживать. Не надо при этом бросаться... Ну, во-первых, точно не надо пить алкоголь, не надо пить никакие успокоительные, не надо психовать, потому что даже если человек не спит, ну, 2-3 дня ничего страшного нет, но потом он поспит. Более того, если вы помните, как мы готовимся к экзаменам, да, что нужно сделать, чтобы хорошо все запомнить. Надо войти в ситуацию волнения и после этого поспать. После этого все очень хорошо запоминается, потому что во сне происходит консолидация памяти. Если вы хотите запомнить свое стрессовое событие, поспите, оно обязательно у вас запомнило. Если вы не спите, это нормальная реакция организма, чтобы защитить вас от...